Всем привет, друзья! И у нас сегодня в лучших реплеях будет история о том, как парень решил просто потанковать для миссии и внезапно точнул бой. В общем, это у нас будет Т-72Б и игрок под ником Dante. Давайте, смотрите, как это будет происходить. Каточка 7 на 7, очень неспешная такая. Здесь, я смотрю, есть даже четвертый уровень попал к нему. Но, в целом, как бы, ему без разницы, да, к кому было попадать. То есть, я изначально, я сначала, когда посмотрел реплей, я думаю, что вообще происходит? И только потом вспомнил, что мне он, когда присылал реплей, именно уточнил, что ему нужно было танковать. В общем, это выглядеть будет очень странно, но тем не менее. Если у вас есть хорошие какие-то реплеи, как обычно, не забывайте их присылать под видео в описании, ссылка на ВК и Дискорд. Ну и, в общем, полетел он именно вот сюда, получается, в это направление. Вообще, эту карту в боях 7 на 7 просто терпеть не могу, особенно, когда ты играешь на ОБТ. И я заметил, что на шестом уровне она попадается очень часто, суперчасто. Там ограниченное количество карт еще на этих уровнях. Ну и, собственно, тут начинается внезапно, да, жесткий врыв по этому направлению. Здесь у нас Фокс в ужасе просто пытается убежать. Объект 787, просто летит за ним, естественно, успевает забрать. Ну и он, видимо, такой, о, там есть Фокс, который решил в него пострелять. А тут как бы есть Объект 787, который, если с автопушки постреляет, тоже будет неплохо, потому что он его как бы не пробьет. Ну а если, правда, есть там другие снаряды, конечно, не такие веселые, но вот он прям такой, о, нифига, а тут прям, а тут прям, слышите, а тут как будто бы летит. Но с этим лучше закончить. А вот там Фокс фугасами стреляет. И, ну, в целом, тут можно было бы его, конечно, не убивать. Он сам, кстати, пытается ему фугасом закинуть. Думал, что, наверное, пробьет, но, как обычно, всякие такие машинки типа Фокса танкуются, такие фугасы, там всякие наклоны и все остальное. Ну, в общем-то, история его устраивает. Он так неплохо уже от Фокса потанковал. Я не знаю, зачем Фокс пытался его фугасами пробивать, да, где он вообще увидел, в каком гайде он увидел, что фугасы на этой автопушке вообще кому-то что-то могут сделать. Ну, разве что, ладно, совсем какого-то картона типа Визеля или какой-нибудь ВБЛ-ки. Ну, в общем, Фокс теряется. Здесь, естественно, он начинает ловить лампу. Издалека летит тот БМП кумулем. Опять же, кумули, танковать на 72-ке, да просто отлично. Вот прям то, что надо. С левой стороны, правда, такая еще засада довольно забавная, гранта метчиков нарисовывается, которые в целом тоже можно было бы потанковать. Фокс приезжает, начинает накидывать свои птуры, но здесь, правда, он уже какой-то урон все равно от этих птуров получает. Танкование не случилось. Выезжает еще раз. Ну, хорошо, он успел все-таки спрятаться обратно, пока перезарядка была. Хотя, ну, такой чайник, да? У него ник, по-моему, чайник, я правильно? Ну, да. Чайник, в принципе, все нормально. Ник говорящий. Ну, и вроде бы как, с одной стороны, так неплохо зажали его. Здесь гранатометы, дальше не проехать. Издалека там он постреливает. Ну, БМП все-таки подставляется, получает кумуля. Фокс просто приезжает в упор. КОБТ. Это еще одна из историй, как не надо играть на ББМках. Вот так. Тем более, будучи шотными, никогда не приезжайте к Фоксу. И тут смотрите, что он делает. Он просто становится ромбом-гранатометчиком. Зацелил пока башней Фокса. И, ну, тут как бы гранатометчики, правда, еще начинают гуслю сбивать, но это не важно. Он начинает танковать от гранатометчиков. А в это время оказывается, что вся команда слилась. Счет 1-4. И он здесь, ну, не очень-то в целом, если, ну, как бы ты хочешь выиграть бой. Да, вот так посмотреть, ситуация-то у него, прям, скажем, не очень. Но, с другой стороны, для танкования бой складывается отлично просто. Тут Фокс фугасами продолжает пихать. Гранатометчики не пробивает. И вот на этом моменте, если честно, я думал, что он просто вылетел из боя. Думаю, что он не шевелится? Ну, блин, развернись, убей гранатометчиков, потом убьешь Фокса. Или наоборот, там. Но тут все было идеально рассчитано. Смотрите, уже 9 тысяч на танкованного. Это, подождите, только от гранатометчиков, да, получается? Там еще... А, полученный ворок. Да, да. 23 тысячи на танкованного. То есть, изи просто. Фокс в итоге все-таки приезжает, подставляется. И тут он решает, что что-то ему тут от БМД еще прилетело на 800. Пора с этим заканчивать. Потому что что-то как-то становится совсем не очень. Что-то танковать он перестает. Тут еще летит от БМД, но в этот раз хотя бы без пробития. И, ну, собственно, а что происходит? Да, Фокс забрал. У них Чиф 900-ый, правда, шотный. Леопард фуловый. И как раз это здесь БМД. Ну, и у него остается 1100 хп. Что делать? Ну, дальше танковать не получается. Что-то БМД перестал стрелять. И начинается захват базы. И как бы... Ну, пора. Теперь, так сказать, пора включаться. С левой стороны уже, я так понимаю, да, слева, по-моему, прилетело. Вот Чифа как раз недобитого. Непробитие было. Ну, и впереди БМД, которую нужно теперь давить. И как раз вот она высвечивается идеально. Кидает бронебойкой. Кстати, почему бронебойку? Почему не включил кумуля? Можно было бы кумуля. Ну, и БМД здесь явно, опять же, начинает шумиться. А, в это время Чиф вообще сзади в него начинает стрелять. Он кидает, забирает все-таки БМД фугасом на этот раз. По красоте. Да, вот он как раз вырисовывается. Чиф недобитый. Четко залетает на 900 урона фугас по БМД. Ну, и еще один фугас. И это минус Чиф. И вот так вот как-то внезапно. Как будто бы и все складывалось максимально плохо. Счет 1-4. В принципе, он миссию свою выполнил. Кучу делал. Затанковал кучу урона. Но внезапно переворачивает абсолютно бой. Добивает всех пацанов, которые к нему приехали. Зачем-то в упор опять еще одна БМД приехала. Вот как бы что происходит с БМ-ками, которые вот так приезжают в упор. И когда есть возможность у ОБТ высветить эти самые БМ-ки, ну, он просто их убивает, как бы, пока ты там пытаешься свои в туры с непробитиями закидывать. Ну, и остается Леопард 1-5. Леопард фуловый. У него всего 600 хп. И было бы неплохо, если еще и убить этого Леопарда. То внезапно окажется, что бой, который они явно сливали. И в котором, в принципе, у него была миссия просто потанковать. Можно еще и выиграть. И, если честно, я вот смотрел на этот реплей и просто офигевал с того, как вот прям бой к нему вот в руки просто идет. То есть, типа, прям БПМ-ки, которые должны с дистанции птурами его разваливать, начинают к нему щемиться в упор и подставляться. Чиф шотный, высвечивается. Да, ему просто фугаса, и он умирает. Хотя он, как бы, казалось бы, да, надо было ему аккуратно играть. И вот остается, смотрите, история приколов. Прикол в чем? Остается Леопард, причем фуловый. А у него всего 600 хп. Я бы там выбирал позицию, с какой лучше там подъехать от рельефа. Он просто выезжает на него, дает ему плюху, танкует первый выстрел. Начинает спускаться чуть пониже. И я думал, ну вот здесь нужно аккуратно от рельефа. Да пофигу. Он просто едет вперед, ловит выстрел. У него остается 319 хп. Но он аккуратненько начинает вилять корпусом. Танкует следующий выстрел, ключует его. Дает ему просто ВЛД. И он, еще и Леопард, взрывается от пожара. И все. И каточка его. Вы просто приколитесь с этого боя. И посмотрите на количество в итоге урона. И, собственно, вытащенную в итоге катку. Субтитры создавал DimaTorzok